итак что за конструкция guard а у нас есть конструкция и и теперь у нас появилась начиная со свифт 20 конструкция guard они на самом деле между собой очень схожи и в это проверка какого то условия if else на у нас может быть может так получиться что else нету однако конструкция guard она противоположная в какой-то степени конструкции и давайте все рассмотрим на каком-то примере создадим функцию девайд и бей и интеджер били интеджер то есть мы хотим разделить а на b и создать такую функцию и пишем if b не равно нулю только в том случае мы можем написать что а делить на b в противном случае мы делаем просто return то есть возвращаемся из функции что же делает guard то есть давайте напишем ту же функцию но с использованием guard закомментируем эту часть напишем guard b не равно нулю else ритер а если же у нас с вами не равен нулю print и и делить на b и так по сути это одно и то же мы видим что guard он записывается в такой форме и в такой то есть если у нас бы не равно нулю то и мы пишем в противном случае ритер здесь наоборот если у нас guard б не равно нулю у нас исполняется вся оставшаяся часть года в противном случае у нас сразу идет else где мы возвращаемся из функции то есть поэтому guard называет ранний выход здесь мы рассмотрели простенький пример однако вы представьте если у вас такие сложные конструкции где одна в другую включается когда у вас много условий if вкладывается и у вас получается такая длиннющая пирамида скобок что иногда вызывает некоторые затруднения при нахождении ошибок с guard такого нету у вас видите в if у вас исполняется вот здесь код а представим что у вас еще здесь внутри будет другой if соответственно вас еще сколько появится еще 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 и так будет вас продолжаться до тех пор пока вам это нужно в гварде видите вообще нету скобок то есть у вас здесь исполняется дальше пишите опять guard что-то что-то и у вас исполняется код без каких-либо скобок для этого guard нужен давайте еще рассмотрим один пример давайте вызовем эту функцию divide 5 на ноль у нас ничего не должно происходить если же у нас вдруг бы не равно нулю то у нас выйдет сообщение в интеджерах если равно четырем то естественно будет тоже один и если 10 будет 0 хорошо давайте рассмотрим следующий вариант создадим словарик здесь будет всего одна пара ключ значения и я хочу написать функцию которая будет говорить привет по определенному ключу словаря say hello to someone from dictionary здесь у нас dictionary должен иметь тип string string соответственно функция ничего не возвращает он просто нам говорит hello здесь вы помните мы делали опциональную привязку и flat здесь есть guard flat name равно someone from dictionary по ключу иван else и здесь мы пишем что же мы хотим напечатать hello name так вот здесь скобку забыл поставить ставим скобку и вызываем функцию say hello to dictionary так мы сейчас увидим что у нас идет hello акулов и так если мы здесь изменим на какой-то другой ивана какая-то то соответственно у нас ничего водится не будет поэтому примите на вооружение новый новую конструкцию guard на в некоторых местах она вам существенно сократит код который вы пишете с конструкции и никакого электроника она 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 Субтитры сделал DimaTorzok